МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости телеканала Ника Плюс, студия Анна Шуттуева. Здравствуйте. И вот главные темы к этому часу. Мне вот будет власть 19 годов. Как вы думаете, легко тут мне жить? Вода, которая настолько далеко, что может стоить жизни. На все мольбы жителей Старой Куковки откликнулся только наш дежурный по городу. Кого не испугал крепкий мороз? Жители Карелии приняли участие в самой массовой лыжной гонке. Карелия сама по себе, ее природа, климат – это уже памятник. Необыкновенные впечатления итальянского художника о Карелии. Сандро Париеннелло любезно согласился показать нам свои работы еще до открытия выставки. Карелия вышла на лыжню России в гонке, которая проводится в нашей стране с 1982 года. Республика участвует в пятый год. На этот раз свои коррективы в популярный спортивный праздник внесли мороз и эпидемия гриппа. Организаторы ожидали не менее 10 тысяч лыжников. Из-за холода не пришло и двух тысяч. Однако без традиционного главного старта не обошлось. В этом убедился Ефим Овчинников. Самая зрелищная часть лыжни России – общий старт на лыжи становятся все желающие. В некоторых регионах России длину этой дистанции сделали символичной – 2014 метров в честь Сочинской Олимпиады. У нас чуть-чуть больше, но ничего не поделаешь. Природный ландшафт. Из-за 20-ти градусного мороза массовый старт в этом году отличался от стартов прошлых лет. Но истинных любителей лыж все это не огорчило. Массовый праздник лыжня России для них – просто как встреча друзей. Мы ни мороза не такого не чувствуем, тут все очень хорошо. Все прекрасно. Настроение-то хорошее, немножко холодновато, но все равно приятно. Мы – это велоклуб «Колесо». Наши уже ушли, уже частичный народ. Вот мы сейчас догоняем их. А вы на второй круг, наверное, уже. Мы? Нет, на первый. Я не могу найти слов. Даже в такой вот 20-ти градусный мороз, и то люди пришли, собираются с детьми. Сейчас пойдем на второй фонтам, там у нас будет чайпите. Начались соревнования утром. Дистанции в 5 и 10 километров пробежали опытные спортсмены. Но поскольку праздник массовый, все внимание к любителям. Первым среди обычных горожан к финишу лыжней России пришел студент Максим Акимов. К забегу особенно не готовился. Подвижности добавил мороз. Хорошее настроение, но холодно сегодня. Так, вроде, полгода хорошая. Было бы награлся в 10 потеплее, чтобы было бы болезнь. Сейчас чаю подожди. На финише спортсменов, кроме грамот, ждали горячий чай и традиционная гречка с тушенкой. Те, для кого физические нагрузки не в диковинку, знают рецепт настоящей полезной каши. Побольше масла, побольше тушеночки. И все будет вкусно. Лыжню России провели в 70 городах нашей страны. По предварительной информации, на старт вышли полтора миллиона человек. Ефим Овчинников, Ярослав Березин, телеканал Ника+. Житель города Сартовало поблагодарил судебного пристава за квартиру, чтобы обеспечить человека полагающимся по закону жильем. Слуги Фемиды боролись ровно 9 лет. В целом же, по итогам работы, карельские приставы заняли почетное 12 место по России. О своей службе они рассказали на пресс-конференции. Почему в появлении банковских должников виноваты сами банки? И зачем карельским приставам джип BMW X5, узнал Александр Гнетнев. Приставы подвели итоги года. 2010-й был для них юбилейным. 145 лет службе российских приставов. По этой или какой-то иной причине, долги приставы собирали в этом году особенно активно. Они взыскали 2 миллиарда 389 миллионов рублей, что почти на 50% больше суммы, собранной в 2009-м. Их давние враги – неплательщики алиментов. Поиск потерявшихся пап у приставов в приоритете. Более 400 злостных нарушителей привлечены к уголовной ответственности. Непростая ситуация складывается с взысканием заработных плат у предприятий-должников. Когда те банкротятся, денег с них не получить. Отдельная проблема – невыплаты банковских кредитов. Неплательщиков – тысячи. Привлечь к ответственности их непросто. Приставы винят политику банков. Получить кредит может почти каждый. Выплачивать желают не все. А еще у приставов в минувшем году состоялось громкое обновление автопарка службы. У карельских приставов появился джип BMW X5. Отделка салона кожей «Невада», спортивный кожаный руль, отделка салона вставками корень орехового дерева – всего лишь детали стандартной комплектации модели. Комфортно ли? – спросили журналисты. Как сказать, да? Ну, нормальная машина. Ноги у меня не затихают. Ну, вот я даю миллиарды в доход государства. Почему я не имею права на такую машину? Комфорт в пути должен, очевидно, чуть-чуть скрасить непростые будни простых карельских приставов. Должники их по-прежнему не жалуют, не ждут и неохотно пускают в квартиры. Срывали погоны, царапали. Такое было. С электрошокерами выходили против нас. Был анекдотический случай, когда с бейсбольной битой на приставы бросались. Однако все усилия и потери в итоге без сомнения оценены. Карельские приставы 12-й в общероссийском рейтинге служб судебных приставов. Александр Гнетнев, Александр Борисов, телеканал Ника+. В Кемском районе две сестры предстали перед судом за издевательство над подругой. Обвиняемые заставили девушку встать на колени и просить прощения за якобы распускание сплетен. После чего они продолжили избивать бывшую подругу и издеваться над ней. Инцидент произошел летом, причем обвиняемые оказались далеко не подростками. Избивавшим свою подругу сестрам к тому моменту уже было 23 и 25 лет. Они пошли в безлюдное место, где требовали встать потерпевшую на колени, приносить прощение. После чего ножницы уже пошли в ход и девушки обвязали волосы в разных участках, разной длины. И ее облили зеленкой. Суд признал девушек виновными и назначил обеим наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Однако девушки свою вину не признали. Во время судебного заседания они смеялись и не раскаялись содеянным. В поселке Лоухи наледь и снег на крышах стали реальной угрозой для жизни и здоровья людей. Для ликвидации сосулек пришлось мешаться прокуратуре. Прокурорская проверка выявила наличие на крышах более десятка домов поселка наледи и сосулек, а также скопления снега. Так, длина сосульки, свисающей с крыши одного из двухэтажных домов поселки, достигает 3,5 метра. В итоге руководству управляющей компании внесено представление об устранении нарушений. В Лоухский районный суд направлено исковое заявление с требованием привести крыши домов в порядок. Всего же, по данным прокуратуры, с начала отопительного сезона в Карелии из-за ненадлежащей уборки снега 12 человек получили травмы. Прокуратура республики выявила более 100 нарушений. Вода, которая далеко. Инвалиду первой группы 90-летней пенсионерки Вере Николаевне Юровской. Каждое ведро воды достается ценой неимоверных усилий. От дома до колонки 300 метров. И на все просьбы о помощи одни отговорки чиновников. Тем временем в борьбе за глоток воды уже пострадал житель старой Куковки. Пошел в поход за водой, от перенапряжения упал в оморок и его увезли на скорой. Наш дежурный по городу разбирался в проблеме. Переулок Рылеево на самой окраине старой Куковки. Вроде бы и черта города, а вроде бы и деревня. Местные жители не мечтают о супермаркетах, кинотеатрах или асфальтированных дорогах. Они просто хотят, чтобы им установили дополнительную колонку. До этой ходить слишком далеко, особенно пенсионерам. Веру Николаевну спасает только огромное желание жить. Она все делает сама. Чистит снег, хлопочет по дому. Но в свои 90 лет ежедневные походы с ведром на колонку за несколько сотен метров – это уже слишком. Советская власть была, лучше было жить, чем сейчас. С этой демократией сделали нам. Изобразие полное. Я бы телевидение назвать, чтобы нас сфотографировали. Мне вот будет 90 годов. Как вы думаете, легко тут мне жить? Я войну прошла всю. От Тулы до Берлина дошла. А у меня воды нету. Вани нету. Через месяц мою все. Это что это такое? Что у нас за государство? Жильцы соседних домов и сама Вера Николаевна звонили в водоканал. Там один ответ – нет денег. Чтобы проложить 300 метров труб, только на работу экскаватора потребуется миллион. На все про все в несколько раз больше. И как выяснилось, пенсионерка не одна такая несчастная. У нас в городе Сложгора не обеспечена, перевалка не обеспечена полностью, Томисы не обеспечены, Куховка не обеспечена, ну старая застройка. Я думаю, надо тут собраться совместно с администрацией города и руководством ПКС и решить, каким образом нам поступить. Все же в первую очередь это финансовый вопрос. В мэрии города тоже не обрадовали. До конца зимы проблему не решат точно. Одно обнадежило – о людях услышали. Вере Николаевне или ее родственникам посоветовали написать заявление на установку колонки. Такая практика уже есть и она работает. А проконсультироваться можно по телефону 713313. Если будет заявление, мы обязательно его рассмотрим. Сейчас посмотрим по нашим схемам инженерных сетей. При наступлении весенне-летнего периода можно будет пройти обследование и определиться уже и со стоимостью строительства, и ее технической возможностью. Если же чиновники не отреагируют, обитатели Старой Куковки обратятся в прокуратуру. Впрочем, наш сюжет и есть то самое обращение. Если и у вас есть что рассказать, звоните нам по телефону 533232. Давайте делать новости вместе. Что думает итальянский художник о Карелии? Узнайте после рекламы. Не переключайтесь. Зимнее предложение от Шанса. Стиральная машина Hotpoint Ariston с большим люком. Всего за 11 990 рублей. Мы подумали о доме для вашего автомобиля. Закрытый паркинг в жилом комплексе «Радужный». Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Наше радио представляет. 25 февраля в новом клубе «Капитал» большой праздничный концерт «12 лет» с нашим радио. Участники «Истинный облик». Ангел небес. Декабрь. Пилот. 25 февраля. 5 вечера. Клуб «Капитал». Подробности на сайте. Наша.Карелия.Ру Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. Карелия Аква. Новая питьевая вода. Отличная новость от Центра снижения веса «Барменталь». Теперь все услуги вы сможете получить в кредит на максимально выгодных для вас условиях. «Барменталь». Новые возможности. Привет. Вот мы и переехали в новую квартиру. Здесь у нас гостиная. Это моя комната. Мои игрушки. А здесь кухня. Мама готовит обед. Вот так. Строительно-финансовая компания. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. После своего первого приезда в Карелию он решил, что больше сюда не приедет никогда. Это было несколько лет назад. И за это время итальянский художник и архитектор Сандро Париенелло уже побывал в нашем крае раз 20. Сейчас он говорит, что Карелия поражает своей красотой. И каждый ее уголок – это памятник. Его впечатления в рисунках. Их выставят в медиа-центре выход 25 февраля. Но на вернисаже художник быть не сможет. Поэтому до этого события любезно согласился показать свои работы Светлане Воробьевой. Показать свои работы до выставки Сандро согласился не сразу. Долго раскладывал их, как признался потом, по тематике, по фрагментам впечатления. А после оказалось, что никакого смысла в этом и нет. Все его картины – единый образ уникального края, от которого остаются очень сильные впечатления. Карелия сама по себе, ее природа, климат – это уже памятник. Все места здесь очень красивые, но для того, чтобы их понять, нужно время. Казалось бы, времени было достаточно. Сандро вместе со Стефаном Берточи приезжают в Карелию уже несколько лет подряд. Под их руководством состоялись четыре международных экспедиции по изучению архитектурных объектов и природных ландшафтов. Эти работы – как путевые заметки. Мы ведь рисуем понемножку и все время в машине, в автобусе, на корабле или даже на собрании каком-то. Делаем вид, что внимательно слушаем, а сами рисуем. Петрозаводск, исторические деревни, монастыри – и самое яркое впечатление – русский альский карьер. Такими их увидел художник из Италии. Теперь предлагает посмотреть на выставки «Карелия. Знаки, образы, моменты». А сам Сандро надеется, что приедет в Карелию еще не раз. И все же поймает какой-то момент, который постоянно от него ускользает. Светлана Воробьева, Александр Борисов, телеканал НИКО+. Житель Карелии разговаривает по мобильному телефону 4,5 часа в месяц и тратит на мобильную связь в среднем 230 рублей. Такие подсчеты провели специалисты компании МТС и сообщили о них журналистам на пресс-конференции, посвященной итогам работы крупнейшего оператора сотовой связи в минувшем году. Число абонентов МТС в Карелии в 2010 году выросло более чем на 7%. Серьезный показатель, если учесть конкуренцию сотовых операторов. В течение года компания открыла в республике три новых офиса продаж. Претерпела изменения и линейка тарифов. Их всего пять. Каждый предназначен определенной группе абонентов. Серьезная ставка МТС на тариф «Макси плюс». За 290 рублей в месяц абонент получает практически полный безлимит. Если вы тратите на мобильную связь больше, возможно, вам нужно сменить тариф на более выгодный, считают в МТС. Та тарифная политика, которую мы избрали для себя, и те конструкторы, которые мы придумали, то есть они стали доступны и понятны для абонентов. А многие сервисы и многие услуги мы просто-напросто сделали бесплатными для абонентов. Уже каждый пятый абонент республики пользуется мобильным интернетом с телефона или компьютера через USB-модем. Продажи модемов выросли за год почти в пять раз, а объем скаченного абонентами МТС интернет-трафика вырос в восемь раз. Центр моды в прическах теперь в центре. В прямом смысле новый салон веб-класса открылся на Анухино 26, куда можно будет заглянуть прямо со студенческого бульвара. Открытие четвертого по счету салона приурочено к 20-летию Центра моды в прическах. Об этом через несколько секунд. О новости к этому часу все свежая информация в нашем вечернем выпуске. Его проведет Ольга Пименкова. А я с вами прощаюсь. Удачного дня. В этом году нам 20 лет. И в году на такой большой даты мы решили открыть новый салон. Это салон элит-класса. Совершенно сделан по нормам. Здесь будут работать мастера только самой высокой квалификации. Совсем недавно наши ребята прошли новые стрижки по французской технологии. То есть эти стрижки очень точные. Я думаю, что они очень понравятся нашим всем клиентам. Центр моды в прическах – это первый салон красоты в Петрозаводске. Сегодня в городе существует уже целая сеть салонов. Улица Калинина, Ленина, Древлянка. А теперь модную стрижку можно сделать в самом центре. И не только стрижку. Кроме того, что открыть салон красоты, маникюрный зал, у нас есть магазин. Магазин «Все лучшее» для ваших волос. Всех посетителей нового салона ждут подарки. Или вы можете сделать подарок сами, купив подарочный сертификат своим любимым. Тем более, что не за горами 14 февраля. Отпускаем! Нет, и все! При боли в спине и суставах, при травме вы заслуживаете качественной, оперативной, современной медицинской помощи. Костная клиника. Стандарт качества медицинской помощи. За 26 990 рублей. Раз, два, 15, 16, 19, 20! Холод или зной, ветер и пыль, дождь и шум улицы останутся по ту сторону, если в вашей квартире окна от компании «Век стеклов». Глобальная распродажа в ЦСКА до 80%. Кто ниже? Находясь перед выбором, мы тщательно проверяем каждую деталь. Современные планировки квартир и просторные панорамные окна. Закрытый паркинг и благоустроенные внутренние зоны отдыха. Жилой комплекс нового времени от строительной компании «Век». В магазине «Позитроника» ты купишь легкий стильный ноутбук «Леново» всего за 8 990. Круто! «Позитроника» Коголевский центр. Круто! Круто! Субтитры сделал DimaTorzok